Пляж, белые пески, красивые дома из вулканического камня, гольф. Где же я нахожусь? Эту шотландскую или британскую загадку можно решить ответом Сент-Эндрю. Мы приехали сейчас в одну из мировых столиц гольфа. Сент-Эндрю, названный так в честь святого покровителя Шотландии, вы знаете, на том, что на флаге Шотландии есть крест святого Андрея. Это небольшое поселение было одно время укрепленным фортом Пиктов и затем превратилось в королевский бург, а также бывшую торговую и главным образом религиозную, даже в первую очередь религиозную столицу Шотландии. Сегодня Сент-Эндрю это место, где находится один из престижных университетов, самый старый университет Шотландии, основанный во время Ренессанса. Именно, кстати, в этом университете на вот таких красивых панорамах познакомились Кейт Миддлтон и принц Уильям. За моей спиной находится гольф и в том числе престижный музей гольфа. Любопытно, что в гольф и в Сент-Эндрю играли с самого 15 века. Но вот что странно, в 15 веке гольф же как раз здесь был однажды и запрещен в пользу знаменитых состязаний ручников, потому что король Яков II в 1457 году просто счел, что лучше бы все стреляли в лук, нежели чем в гольф шары пыняли. Лук будет более-то практичного времена войны с Англией. Впрочем, с Сент-Эндрю известен еще одной курьезной истории, гораздо более мрачной. Речь идет о ведьминском обрыве. Именно с этих живописных скал когда-то здесь скидывали ведьм или тех, кто был замешан в кодловстве. Те, кто выживали по счастливой случайности, все равно подлежали сожжению. Но вообще, помимо страшных ведьминских историй, Сент-Эндрю оказался очень приятным и симпатичным городом, с большим количеством красивой архитектуры. Мы набрали на многочисленные здания университета. Именно эта активность во многом является главной для Сент-Эндрю. И именно, кстати, в этом университете познакомилась Уильям и Кейт Миддлтон. И, конечно, впечатляющие остатки руины, замка архиепископа смотрят на море. Представьте себе, на что бы мог походить этот впечатляющий дворцовый комплекс, если даже сегодня он будоражит наше внимание. Вы сейчас смотрите на главный дворец архиепископа. Его можно посетить, но, к сожалению, мы приехали немножко поздновато. Это останется нам на следующий раз. Впечатляющие руины предстают здесь, за моей спиной. Посмотрите на эти остатки кафедрального собора Святого Андрея. Он был построен вокруг Великого Святого Андрея, приведенным сюда из Греции монахом. Строительство этого собора заняло 150 лет и закончилось в 1318 году. Собор простоит вплоть до середины 16 века, когда во время реформации, осажденный протестантами, он будет разрушен. И с этого момента о одном из самых шикарных, самых красивых и самых больших кафедральных соборов Шотландии нам напоминает лишь эти впечатляющие романтические руины. Говорят, что в этой башне обитает призрак Белой Леди. Вполне вероятно, что здесь обитают призраки тех, которые были убиты при осаде этого кафедрального собора протестантам. Нам лишь остается только додумывать, каким он и мог бы быть во времена своего великолепия. Ведь даже эти руины, глядящие на синее море, впечатляют. Наша прогулка по городу Святого Андрея закончится тем, что мы пройдем по старому центру и отправимся обратно в Эдимбург, откуда мы и выходили почти две недели назад. Ну что ж, солнечным днем мы оказались в Эдимбурге. Мы сейчас находимся на окраине города. Здесь непривычно светит солнце после целого полудня, долгого дождя. За моей спиной находимся два дня из самых старых дома в Эдимбурге. Дом Джона Нокса, который здесь, к слову, никогда не жил, и дом Мюррей. Любопытно, что прямо тут же находится одновременно один из старейших фонтанов в городе, который долгое время, вплоть до 19 века, был единственным источником пресной воды. Наше путешествие по Шотландии сегодня здесь заканчивается. Я очень рада, что все это время вы были со мной и открывали эту загадочную страну из кельтских мифов и легенд. Я рекомендую вам обязательно посмотреть все видео из шотландской серии, узнать много интересного об этом замечательном регионе и, возможно, даже подготовить свое путешествие здесь. Впереди нас ждет много интересного. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok